Лодки фрегат продолжают подъезжать и подъезжать к нам на косу. На замечательное место все заставили. Чувствую, что никакой трудности для лодки с выходом не будет. Повернуться и сесть вот так вот с удочкой или спиннингом. А здесь просто, чтобы мне подчалиться к этой косе, мне нужно немного эхолотом поработать. Сколько глубины, чего, как. Никогда не думал, что 60 лошадей могут так переть. Подняли нос и полетели. Я бы с большим удовольствием куда-нибудь сейчас сел и на этом винте прокатился. Совсем другие ощущения. Приятно, интересно, эффективно, совсем другой гул. Глубина есть? Что-то ручка газа туговато работает. А? Да. Это забит от лобровки. Да? Так, ну это мы посмотрим. Пошли. Ох, ну это вот чувствую прямо вообще красота, Микю. Сразу же чувствуется и полноценная рама. 60-ка, мощность плюс-минус. Накачка сразу же чувствуется. Ну, поехали туда же, сходим маленько, проедем. Зачем мы ездим на водометах? Смотрите, как лодки ходят. Как нормальные лодки должны ездить, смотрите. Лодка нормального человека. Лодка для нормального человека. Фрегат 550, FM 550, джет в винтовой конфигурации. На обкатке двигатель. У нас здесь сформирован рецесс. А вот здесь рама, вот эта конфигурация, вот эта форма рамы мне нравится больше всего. Значит, здесь рундук, площадка, на которую можно выходить, заходить. Сюда можно вставать. Здесь у нас три кресла, очень удобных. Вот, кстати, вот этот фальшборд справа от кресла дает ощущение защиты. То, что мы не сидим как-то близко к воде. Леер, чтобы держаться. Достаточно места для того, чтобы ноги поставить. Ну и два кресла на стойках, соответственно, поступравления пилота. Лодку заказчик также собирается использовать в прогулочном режиме, в режиме незатяжных путешествий с семьей, с ребятишками. Вот такая конфигурация, вот самая удачная. У нас два ряда кресел есть, проход между ними. Здесь вот более чем свободно по меркам лодки ПВХ можно пройти. Естественно, тут высота все регулируется. Три кресла. Кормовая часть лодки за счет того, что мы усекли фальшборта, поставили площадочки, все очень культурно, обтянули моридеком, фешенебельно, удобно и, самое главное, функционально. Вот если мы сейчас попробуем этот момент... Денис, будь добр, ящик какой-нибудь с креслом дай мне на секунду. Я все мечтаю выехать на рыбалку, встать на лебедку. Вот сюда вращающееся основание надо, его притянуть, этот ящик, с тропой к этой площадке, повернуться и сесть вот так вот с удочкой или спиннингом. С основанием вращающим тебе принесут. Да, с основанием. Но только надо, чтобы была лебедка и пульт для лебедки, да? А вот здесь, вот здесь наша эта дуга с полочкой. Вот такую вот конфигурацию лодки, если... Она у нас реализована, что я говорю, если реализовать. Именно реализовать в плане надо просто ее попробовать, отснять, как она работает. Это получается, надо кнопку лебедки продублировать сюда, да? Встали на якорь. Здесь вот спиннингодержатели, кстати, на той лодке стоят. А здесь кресло. И вот там ты, тут я. Вот такая вот компоновочка родилась. Мы ее сами уже с учетом опыта эксплуатации реализовали, пробуем. Всем очень нравится. Для того, чтобы это все работало, все площадки вот эти, они должны быть рамные, должны быть жесткие, хорошо интегрированы, должны нивелировать как-то жесткость баллонов при перепаде давления. Ну вот в данном случае все реализовано наилучшим образом. Поэтому, Сергей... Вот, кстати, пол еще дозаказали, я вижу, уже подклеено. Передний отсек у нас тоже будет вот с таким же полом. Он уже сделан, находится на обклейке. Красиво. Ну и также... А, тент заказчик заказал сам с завода, он его установит. Мы лодку поставляем без тента. Он свой типовой тент для этой модели заказал. На водомете я могу проехать вот сейчас вот там, перепрыгнуть через эту косочку, влево, вправо, туда, назад, развернуться на месте. А здесь, просто чтобы мне подчалиться к этой косе, мне нужно немного прямо эхолотом поработать. Сколько глубины, чего, как. Ну, лодка идет, как струна. Лодка накачана. Парни сидят на раме. То есть, упор двигателя непосредственно в раму идет. Нос не зарывается, не залипает, корму не ломает. Я просто хочу маленечко покайфовать. Никогда не думал, что 60 лошадей могут так переть без водомета. О, нос. Подняли нос и полетели. Телефона нет с собой. Так, бы скорость. А, там за 20 миль, я думаю, где-то вверх идем в 45-50. Скорость мерить не будем. Здесь, собственно говоря, вообще мерить не... Давай корму еще пригрузим. А смысл? Ну, сядьте, возьмитесь за это. Я не вижу просто в этом смысла. Можете прямо на площадке сесть. О, давай. Прямо на боковые баллоны. Просто так она выводить. Так, у нас ребята, ребята, маленько сейчас балластами поработают в научных целях. Ну, садись, не, садись, Андрей, чтобы это... Прямо на нее. Во, во. Да? Ну, посмотрим. 180 килограмм. Я чувствую, что никакой трудности для лодки с выходом не будет. И пошла с той же скоростью, с той же управляемостью. Еще все? На винт переходим? На винт, да, на винт переходим. На винт переходим до первого поколена. Опа, заливает. Ну, естественно, на корму полностью. Мы даже не на корму, а мы за транец, за транец вынесли сейчас 160 килограмм. Лодка также вышла на глиссер, естественно, с чуть большим дифферентом. Она вышла и пошла. Я не знаю, что здесь тестируют. Ну, вот винт, вот она едет. Если с водометом много нюансов по настройке, там, по положениям, постоянно эти мучения, страдания. Едет, брызгает, не брызгает, гавкает, не гавкает, гнет, не ломает. Здесь, причем мы обе лодки этих винтовых установили, да, просто установили на глаз. Сильно не заглубляли относительно водоводной пластины. Я предполагал почему-то, что нам придется вообще здесь делать запил, глубже ставить и там опускать двигатель. И мы заложили эту возможность изначально, чтобы это можно было сделать без существенной реконструкции. Сейчас понимаю, что я бы, наверное, начал поднимать вверх двигатель и искать ту точку, где есть эта провоздушка. Но она сначала появляется на поворотах, потом становится глубже и глубже эта провоздушка. У меня есть опыт эксплуатации лодки с винтовым редуктором. Я ее, чтобы по минимальной глубине ходил, так и настраивал. Поднимал вверх, до того момента выходил прямо умышленно на провоздушивание, на режим, где она воздушится, начинает на поворотах. Ну, там очень быстро появляется навык путем перегазовки воздух скидывать, коррекцию. Корректируем руль, скидываем газ, перегазовка, скидываем воздух, идем дальше. Но зато там получилось дойти в верховье реки, хоть и на маленькой лодочке, но достаточно высоко через перекаты, через все. Ну, здесь тоже можно вверх. Поэтому еще раз отвечаем на вопрос. Тоннельную лодку можно использовать и под винтом, и под водометом. Можно использовать только под винтом. Если это эффективно и оправдано, именно в контексте надувной лодки в ваших условиях лодки ходят, точно так же никаких проблем, ну, только с небольшой особенностью. Скорее всего, наверное, использование на водомете – это больше особенность, а использование на винте – это нормальная основная базовая практика, потому что этих лодок, моторов, винтовых, их все-таки у нас в стране подавляющее большинство. Лодки-фрегаты продолжают подъезжать и подъезжать к нам на косу, на замечательное место. Все заставили, все заставили. Все работает, все шумит, охлаждение идет. Здесь мы реализовали жесткую посадку двигателя, то есть двигатель установлен непосредственно на транец лодки. Что важно понимать, когда нам задают вопросы, возможно ли использовать водометную лодку под винтовым двигателем. Транец лодки идет под ногу L, это как раз винтовой двигатель с высотой L. Он отлично встает на тот родной транец, который интегрирован в эту лодку с завода, в любую серийную водометную тоннельную лодку 4,80-5,50. Но бывает, что необходимо делать корректировку по высоте из-за тоннеля, из-за особенностей редуктора, диаметра винта и глубины погружения. Если у нас сейчас что-то не пойдет, саму раму переделывать не надо. Вот эта балка, она адаптивная, она перенесется выше, сделается запил, перекрутится ниже и никаких сложностей нет. То есть для того, чтобы нам работать с кормовой частью, у нас нет необходимости полностью вышнуровывать, убирать раму. Все элементы в лодке мы разработали уже с учетом опыта, с учетом их обслуживания в сервисах, чтобы это было легко, быстро и не требовало существенных затрат усилий и времени. Ты посмотри, как она ходит. Давай еще чуть-чуть вон прокатимся. И домой поедем. Ну, я в диком восторге. Сразу же мысль, а нельзя ли сделать, ну вот как много же мы говорим везде, там на форумах, в чатах, на ютубе, а с парки типа давайте поставим два двигателя. Давайте поставим два, один слева винтовой, а справа водометный. Представляете, как будет удобно? Две машинки по обе стороны. На триме опустили один, пошли на винте, потом опустили, пошли на водомете. А, вариант? Две стойки просто, левый руль на винте, правый на водомете. А, нет, один на винте, один на водомете. Все, я отдыхаю, я курю, поднял, ты опустил, поехал, да? Ну, тоже нормальная схема. Ребята, слазим с водометов, водометы это полное говно, ходить на них не надо, бензин тратим, ревем, никуда не едем, едем на винтах. Да возрадуются те наши зрители и подписчики, которые постоянно говорят, как вы вообще с такой скоростью на 60-ке, на 115-ке, 40 км в час. Вот так вот, да. Использование водомета, с точки зрения затрат, энергозатрат, ресурса, эффективности, оно очень-очень не рентабельно. Но это все плата за надежность, безопасность и за возможность ходить там, куда на этом винте даже близко нельзя подъехать. Надо это четко понимать и, соответственно, когда вы выбираете лодку, винт, водомет, конечно, лучше, чтобы было приоритетное понимание, что в приоритете нужно. Потому что, когда мы хотим и винт, и водомет, это все равно, что мы хотим и спортивную машину, и внедорожную. В итоге, как бы, в одном изделии, если мы получим и то, и другое, в итоге мы получим ни то, ни другое, что-то среднее между. Ну, как-то, наверное, так, если вот примитивную аналогию проводить. Субтитры сделал DimaTorzok Я бы с большим удовольствием куда-нибудь сейчас сел и на этом винте прокатился. Совсем другие ощущения. Приятно, интересно, эффективно, совсем другой гул. Я переживал, что вот это рапкать будет, все нормально. А, ну, вот даже не воздушек. Не, ну, я там попытался, вот на той один сложил, с учетом, что лодку, ну, деформируют маленько. У меня там на самом крутом повороте, ну, я боюсь вылететь, у меня получилось ее в прохват вогнать. Ну, чуть перегазовала, его выкинуло. Ну, то есть вообще не критичный. Причем и волну держит, перескакиваем, и загрузка эта небольшая. Мне просто супер, реально понравилось. Эту лодку тоже мы потестировали. Вот здесь посмотрим ситуацию, какая. Здесь мы даже не отклеивали водовод, все заводское, немножечко откорректировали косынки. Прямо заводская, вот в таком виде, вот это место поставляется с завода. Нет необходимости его исправлять. Чуть-чуть мы откорректировали вот здесь высоту, приподняли. Накачка есть. Точно так же, буквально 20-30 миллиметров располагается антикавитационная плита ниже плиты лодки. Вот это вот, назовем это условно-водоводной плитой. Ну, и все работает. Никаких провоздушек. Эту лодку у меня не получилось сорвать в провоздушку винта. Если ту лодку у меня получилось на глубоком повороте один раз засадить провоздушку, то эту нет. Это абсолютно хорошо работает. Еще аргумент один очень весомый, скажу, в пользу использования либо моторов 64 такта с завода Хайди, либо Ямах 60-70, это то, что вот таких винтовых редукторов сейчас на рынке вообще как грязи. Условно говоря, в соответствии, в сравнении с ценами на японские редукторы, цены на них как на металлолом. Все устанавливают водометные насадки и просят мотор без редуктора. Естественно, как бы у нас они всегда в наличии, они везде есть, и можно бить ломать. Самая большая боль использования винтового мотора – это редуктор. Все их берегут, оберегают, варят, ремонтируют. На моторы, на которые очень популярные моторы, на которые устанавливаются водометные насадки – Меркури, Тахатсу 40, 50, Тахатсу 30. И с прошлого года, и с этого сезона, это Хайди 60, произведенные на этом же заводе, Ямаха 60-70. Редукторов просто валом можно бить ломать, не жалеть. Все есть и по доступным ценам. Вот водомет, вот винт. Вот эта стоит, а вот эта едет. Да, нет, та стоит там, где эта едет. Но если, в общем-то, эта стоит, то едет. Интересно, конечно, многие наши заказчики, кто обращает, говорят, давайте 115 на винт. Точно понятно, что лодку ПВХ крайне сложно удержать будет на винте на 115 силах. Не знаю, будет возможность, как-нибудь попробуем, но этот эксперимент не имеет под собой никакого смысла. Для длительных переходов, однозначно, установка винта, она оправдана. Но для длительных. Мы ходим, получается, в основные наши поездки в Туву, иногда плечо у нас бывает до 500-600 километров. Но легче организовать дозаправку и заброску топлива, чем переходить на этот винт нам. Но мы ходим в такие поездки редко. Точно не стоит переходить с водомета на винт, как я уже сказал, в режим 1-2-3 дневной поездки. Ну и все-таки, как ни крути, надувная лодка, она в таких размерах все-таки больше для водомета. Ее использование более оправдано. Никакого сравнения с жестким корпусом ни по комфорту, ни по ходовым провести нельзя. ПВХ лодка по комфорту, по обитаемости, по организации пространства, вода даже по ходовым, по мореходным качествам отстает от всех жестких корпусов более-менее нормальных производителей. Но это тоже надо понимать. Но попасть туда, куда мы ходим и попадаем, и не иметь никаких трудностей, проблем и последствий, даже не имея достаточного опыта и квалификации, можно только на водомете. Вывод. Это и так было понятно. Это видео и этот монолог, скорее всего, для тех подписчиков, которые, заказчиков, которые к нам обращаются, они постоянно обращаются и часто с этим вопросом. Двойное использование, винт-водомет. Я надеюсь, у нас получилось на этот вопрос ответить. И если вы получили ссылочку на это видео, или просто его увидели, и это для вас актуально, пишите комментарий, пишите обратную связь. Почитаем, посмотрим. Внизу под видео, если что-то мы забыли сказать, что-то забыли упомянуть, мы в информационном блоке это добавим. Ставим оценочку, ждем обратной связи.